Открываем выпуск цифрой дня. 36% настолько сократился российский авторынок в 2015 году. По итогам было продано до целых 60 миллионов новых автомобилей. На итоговый результат повлияли более активные чем осенью продажи автомобилей в декабре 2015 года, когда спрос стимулировали в том числе предновогодние скидки и опасения индексации цен из-за ослабления рубля. Согласно прогнозу, большинство игроков в лучшем случае ожидают стабилизации рынка на прошлогоднем уровне, а в худшем – продолжение падения. Время деловых новостей на канале ОТС. В студии Борис Киргенников. Здравствуйте. В ближайшие несколько минут познакомили вас с последними событиями из мира экономики, финансов и бизнеса. По ту же затянуть пояса. Доля перешедших на тотальную экономию россиян выросла до 70%. Таким результатом пришли специалисты исследовательского отдела Сбербанк СИП. Две трети наших сограждан в этом году перешли на дешевые товары. Это показатель так называемого потребительского индекса Иванова. Условный Иванов в обзоре – типичный представитель российского среднего класса. 70% – это рекордные цифры. Испонденты по-прежнему пристально следят за специальными предложениями. Растет и доля покупателей, посещающих магазины лишь для покупки товаров со скидками. Этот индекс в прошлом году рос в каждом квартале. Покупать новый телефон не будем. Продажи смартфонов в 2015 году в России в штучном выражении сократились. В среднем на 8,5%. Это данные крупных торговых сетей страны. Всего за год салонами сотовой связи продали 25,5 миллионов смартфонов. В 2014-м россияне купили новых мобильников на 2 миллиона больше. Поднялась и цена на новые модели. Год назад, чтобы купить смартфон в смартфон, в среднем нужно было потратить 8800 рублей. Сейчас почти на 1500 дороже. Рост средней цены примерно 14,5%. Понятно, что причина роста стоимости в безумном скачке курса. Упадок продаж в снижении покупательского спроса. Строительство восточного обхода переносится ориентировочно на 2019 год. Напомню, эта дорога соединит трассы М-53 и М-52, то есть Новосибирск-Скемерово и Барнаулу. Подробнее о стоимости проекта и о его готовности в деловых новостях расскажет Анатолий Костылевский, первый заместитель руководителя федерального управления автомобильных дорог. Стоимость в целом строительства объекта 10 миллиардов 350 миллионов рублей. На сегодняшний момент выполнены работы порядка на 2,5 миллиарда рублей. Финансирование этого года ориентировочная цифра – это миллиард 300. Ориентировочно, потому что на сегодняшний день пока нам утверждено бюджетное здание по строительству не доведено. Буквально со дня на день мы его ожидаем. При плановой цифре 4,5, соответственно, 30% от той цифры, которая была необходима, срок ввода объекта по контракту – 2017 год. Соответственно, при условии сокращения финансирования ориентировочно это будет 2018, скорее всего, 2019 год. Перекрываем кислород бизнесу, российским предпринимателям могут поднять штрафы до 60 миллионов рублей. На этой неделе начнется чтение новой редакции Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Один из его пунктов – штрафы для рулит за грубые правонарушения в размере 60 миллионов. Предприниматели, понятно, не в восторге от таких поправок. 60 миллионов – слишком большая планка. Но, может, это станет стимулом для нерадивых игроков рынка закон не нарушать. Еще один важный пункт – новый вид административного наказания, предложенного в законопроекте – ликвидацию юридического лица или прекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. То есть наказываться будут не должностные лица, а компании. Экспорт товаров из Китая в России по итогам 2015 года значительно сократился, заявили в Главном таможенном управлении Поднебесной. Итоговые цифры – 34,5%. В денежном выражении двусторонний торговый оборот составил свыше 64 миллиардов рублей. В прошлом году этот показатель был почти на треть больше. Китайский экспорт был на уровне 33 миллиардов, импорт российских товаров – 31 миллиард. Представители таможенного управления Поднебесной считают, что и этот год будет трудным для международной торговли. В целом, объемы экспорта из КНР падали на протяжении 2015 года. Как пишет Bloomberg в декабре, по данным таможенного управления Китая, экспорт вырос впервые за 6 месяцев, увеличившись на 2,3%. Несладкая жизнь. Кондетерский бизнес погрузился в кризис из-за обвал рубля на фондовых биржах. Цены на базовые виды сырья для производства шоколада в прошлом году в рублях выросли на 40-80%. Такие данные публикует Центр исследований кондетерского рынка. По мнению экспертов, дальнейшая девальвация рубля может привести к сокращению производства шоколада в России вплоть до остановки ряда предприятий. Цены на какао-бобы на лондонской бирже за минувший год выросли на 10%. Понятно, что в рубля стоимость скакнула в разы больше. Средние потребительские цены на шоколад в России в ноябре 2015 года поднялись почти на 40%. Росстат объявил конечный показатель инфляции 2015 года в стране 12,9%. По этому случаю в рубрике цитата дня оптимистичный прогноз от первого зампреда Центрального банка Ксении Юдаевой. Инфляция будет продолжать замедляться, хотя несколько медленнее, чем в базовом сценарии, особенно в 2016 году. Но во всех случаях экономика способна адаптироваться, способна ощупать новые точки роста, начать расти при низкой инфляции. Пожалуй, слишком много оптимизма в этой фразе. Многие аналитики предрекают на этот год двузначный уровень инфляции. На этом мы заканчиваем выпуск деловых новостей. Оставайтесь на канале ТЭС и будьте в курсе последних событий региона, страны и мира. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»